Всем привет, мои хорошие, как у вас дела? Только пришла с работы. Сейчас руки намажу гелем. Пришла, это, чужая вина. Встала. Сегодня в субботу. Пришла позавтракать. Хотела на улице сесть. Но я подумала, думаю, с вами позавтракаю. И здесь спокойно будет, чем на улице. Вдруг кто-то пройдет и делит, он как свистнет. Я заказала кофе с молоком и порос. Здесь, в основном, суббота, воскресенье. Очень, вот это на большую очередь. У тебя в гостях. Которая? Сей. И саркона ночи. Сей, вот сюда. И вот это порос. Очень. Вот они здесь прямо делают. И, конечно же, как все мои хорошие. Ой, девочки. Вы меня будете ругать и будете говорить почему, но я вам скажу. Я наконец-то решилась на это. Ну, как решилась? Меня просто заставили. Вот именно заставили сделать это. Моя вот именно бригадиша. Моя вот эта, мои работа издатели. В основном одна. Я на той неделе пошла к ней. Она мне начала говорить. Алина, давай, это уже не шутки. Потому что обратно пошла волна. И начали болеть уже дети. Здесь чуть шумно. Да, простите. Мне надо микрофон купить. И начали уже болеть дети 17-20 лет. И она мне говорит, Алина, это не шутки. Давай мне твою медицинскую торчетку. И я буду брать тебе время и часы. Ну, я пока там свои дела делала. Но я там старалась брать время. Очередь была большая. Не смогла. Да. И вчера я хотела пойти после работы там возле, где моя больница. Там поставили мобильный вот этот, что делают длинники. Пошла, было закрыто. И она каждый день мне звонит, ну что, взяла, ну что, взяла, ну что, взяла. Ну и до этого. Садыки на зла. Главное, у тебя возьми. Ну и, короче, я пришла домой и просто рассказала, говорю, давай уже возьми, потому что меня заставляют. Ну, короче, он два дня мучился. Даже не два, а три. Три дня мучился. Простите. Я думала, здесь будет спокойно, но на улице более спокойно будет. Оскар три дня мучился и, наконец-то, взял. 16-го числа вечером. Так что, вот иногда вот так делают здесь. Спасибо. Вот эти поросы похожи на армянские полчики. Так что, в пятницу, после работы выйду, пол шестого, возьму метро и бегом-бегом. Ну, а побегу на классы Испании и сделаю прививку. Так что, сниму вам. Оскар пойдет со мной, но именно где прививку делают, его туда не пускают. Да, что? Оля. Пойдем туда. Я уже туда зайду, уже приготовлю камеру, вам сниму, какая у меня реакция будет. Дай бог, чтобы я себя хорошо чувствовала, потому что в субботу у меня две работы. Мои хорошие. У меня июль вообще времени мало. Июль месяц у меня забитый. У меня очень забитый. Все уезжают от субска. И я... И мне все оставляют ключи. И я и в квартиру смотрю, чтобы никто не заходил. Забираю газеты. Забираю письма. Потому что в основном здесь как? Чтобы люди, те, которые хотят лезть в чужие квартиры, они сначала смотрят почту. Если давно почту не забирали, значит их дома нет. А я почту забираю, чтобы они видели, якобы дома кто-то есть. Захожу. Открываю жалюзы. Потом спаю вечером. Поняли? Но мне нравилось, что люди мне доверяют. Вот. Самое главное. Так что. Мои хорошие. Я не могу, понимаете. Мне все говорят, что я должнатель. Потому что все сделали, кроме меня. И все как бы боятся. Вдруг я. Я не говорю, что я сделаю приюху. И я не заболею. Нет. Я заболею, не дай бог. Но уже будет легкий фокус. И еще хотела ответить комментарий. Там одна армянка. Но она не армянка, я ее не считаю армянкой, она азербайджанка уже. Она якобы мне зашла типа оскорбить, говорит, что она работает в престижном месте, а я туалеты мою. Ну, она как по грубому, да, написала Алина Унитазьян. Во-первых, твоя фамилия Унитаза или Кулиев. Ну, хотя у тебя Кулиева. Ты сначала спроси, откуда твоя фамилия Кулиева идет. Потом будешь мне говорить о Унитазьян. Поняла? Во-первых, я на оскорбление не перешла. Понимаешь? Это никто, чтобы меня обзывать как Унитазьян. Это раз. Второе. Каждая работа ценится. Ну, раз ты меня, ауник, говоришь, что я унитазы мою, открывай свой богат, я ешиком тебе рот почищу, чтобы тебе легче было говорить. Лучше унитазы мыть, хотя я унитазы не мою, чем курочками торговать. Ты же пыжики за 8 евро в 12 часов в день. И ты говоришь, что ты счастливая, а я нет? А что ты знаешь, что ты моложе себя и азербайджанца нашла? Ты живи счастлива, я буду рада. Но ты работаешь в чужих пыжики, продавая курицу, чтобы одевать своего молодого азербайджанца. Ты счастливая? А третий ответ. Ты кто такая, что ты мне пишешь? Кто ребенок твоего отца? Кто отец твоего ребенка? Ты сначала найди. Ты кто такая, чтобы мне говорить, кто отец моего ребенка? Я, во-первых, выросла замуж. А вот кто отец твоих троих детей? И кто сейчас их воспитывает? И я тебе одно скажу, что этот азербайджанец лучше тебя, красивее, молодой. И тебе бы не помешало бы похудеть и меньше курочек ешь. И если ты хочешь знать, мой сын знает, где его отец и с ним каждый день разговаривает. Ты меня поняла? И когда заходишь, свой грязный дом не открывай. Я тебя, по-моему, не оставляю. И каждая работа ценится. Не надо просто заходить и оскорблять людей, которых ты не знаешь. И еще одень мою обувь, хотя бы посмотрим, сможешь один шаг сделать. Хотя я знаю, когда ты в телефон орала, плакала, говорила, как азербайджанец хочет тебя бросить, и он тебя заставляет, чтобы ты села напротив азербайджанского флага и кричала про Карабах. Хотя не Карабах, это Агарабах. и я никогда в своей жизни не видела, чтобы армянка замужем за азербайджанца или азербайджанка замужем за армянина вели себя так. Ты, наверное, единственная. хотя я тебе желаю счастья, и дай бог, чтобы ты была счастлива, счастливее, чем я. Хотя я сомневаюсь. Кулиева, ты моя. Ты понимаешь историю Кулиева или нет? Ты не знаешь? Ладно, если ты не знаешь, зайди антитопор, он тебе объяснит, что обозначает Кулиева. У тебя фамилия классная, Кулиева. Тебе надо было не Аида называться, а Анаритом. Ну, так, азербайджанцы любят. Я думаю, что счастливая женщина никогда не зайдет в какой-то канал и не будет писать такие вещи. Я, например, счастливая женщина. Я никому каналы не захожу, такие вещи не пишу. А не счастливая, конечно, сразу видно. Заходят и пишут гадости. В основном, я заметила. Вот наша армия такие вещи не пишет. Ладно. Я сейчас позавтракаю. Почему я завтракаю? Я могла бы дома завтракать, но я сейчас жду одну девочку. По-моему, она уже идет. Я вам потом расскажу. Она сейчас на больничном. У нее панические атаки начались из-за стресса. Я во всех любых всех целую.